здравствуйте друзья у нас анна из техаса которая теперь уже в гугле у нас в калифорнийском тут да анечка у меня вопрос я знаю что к вам в google отправилась делегация женщин блогеров они тут у меня значит это самое зажигали вот буквально там же где вы сейчас сидите а значит потом они стали бы едем в google искали нас там встретит она все теперь вот передаю на читала мирды и слушаем рассказ с той стороны ну они мне позвонили говорят мы подъехали я вышла вот спросила чисто для убеждения в том что я их никуда внутрь завести не смогу так она и получилась это правда что контрактами вот консультанты не могут даже в магазин с сувенирами да правда завести не могут то есть я могу сходить а с собой привезти никому я специально зашла еще в офис а постоянный сотрудник может завести с собой да но их тоже ограничили двумя гостями в месяц в магазин хоть куда вообще приглашать то есть и они могут пригласить двух людей в месяц и поэтому просить кого-то чтобы например вот мы подходим к магазин я же там бывал открываем дверь своим пропуском правильно своим бэджиком открыла дверь и зашли четыре человека сейчас везде понаклеили такие бумажечки называется смотрите чтобы за вами никто не шел называется watch for tailgaters окей то есть даже в магазине заводят и сейчас везде поставили охранников раньше их не было ужесточили намного видимо злоупотребляли люди расскажи куда девочкам удалось попасть с твоей помощью в общем я спросила что нам можно они сказали все что снаружи пожалуйста снимайте это ничего не запрещено и дали нам бумажку с адресом куда перенесли статуи андроидов ах ты господи так вот туда мы и пошли на самом деле для этого и не нужен был сотрудник гугла вообще не нужен был чисто так для сопровождения но они духарились зажигали снимали что-нибудь что они делали то они приехали все с накладными ресницами это раз наталья была без ресниц я заметил если только потом не наложили да она была без она была в очках поэтому вот мы хорошо прогулялись и предложила на велосипедах доехать но они отказались потому что один человек сказал что не умеет на велосипеде кататься и значит мы пошли в круговую провела их мимо здания гугла в которую мы тоже заглянуть даже не смогли естественно и но они вот возле этих андроидных там да они с радостью с ними фотографировались они думали что это какие-то из мультиков персонажей но собственно а чё так ольга говорит я горит таких мультиков не смотрела ну счастливые люди счастливые люди хорошо так сколько времени заняло путешествует ну где-то хороший час ну такое забавное рассказать пошли на чудили чего ты меня не себя вели прилично никто ничего не обнимались там не с кем нет она там никто и не попался брина мы не встретили все было тривиально но видео получится хорошая весело я думаю что посмотреть по моему ольга но у вас не было желание само их поснимать там знаменитые блогерши ходят тут по кэмпусу у меня было но камеры не было смартфоном не пользуемся а то сняла бы а вы бы у меня и вывесили на канале хорошая мысля приходит да ну ничего страшно то есть мужская справились с посещением нехать конечно хотелось бы чтобы было больше покормить и показать и на слайде не получилось ну что же передаем привет всем тем кто еще не добрался до кэмпуса и значит не сфотографировался с андроид с андроидными назовем это мультяшками значит а на фейсбуке мне хотелось поехать кэмпус а я вот не спросила тоже было бы наверное интересно еще я положу есть все таки я хочу сказать насколько правильнее ходить по кэмпусу гугла где живые люди ходят чем допустим стоит четыре очереди четыре часа в очереди в мавзолей это я помню отлично меня люди говорили как ты в москве живешь никогда в мавзолее не было это было как-то даже неудобно что ехали со всей страны чтобы там отстоять четыре часа и вернулся из москвы то большом театре был был там где-то еще бывает в гуме был в цуме был там конечно четыре часа очереди заплатил кому надо вынесли показали а тут пожалуйста сам пришел платить никому не надо правда вообще сама по себе мысль жуткая еще велосипед это я про мавзолей что мы смотрели на она просто немножко устаревшая мысль это это очень практиковалось древнем египте там допустим несколько тысяч лет назад не у меня как советский ребенок очень хорошо это воспринимала нормально что да ленин в мавзоле а потом когда выросла и задумалась об этом вообще что людям показывают стало как-то я как советский ребенок совершенно без всяких так сказать без всякого протеста относился к мысли о том что царскую семью расстреляли поскольку значит там какие-то не помню там денекинцы или колчаковцы значит приближались и как бы была угроза что как бы это мне это не схватили и не стали использовать как символ борьбы против советской власти ну а пионеры герои которых которые своих пап заложили тоже нормально воспринималось ну там на самом деле стандарт там может быть просто такие такие мифы были вот с расстрелом семьи это было реально семья и реально расстреляли с пионерами героем мы на самом деле не знаю что случилось мы знаем как это преподнесено было там там не факт что так и павлик морозов что коля меготина и даже не слышал это у нас там памятником у вас свой ну да как раз давно в америке тут и прекрасно себя чувствует ну хорошо мы от google немножко отошли поэтому мы на нашем канале заочно заочно сопровождаем знаменитых блогер путешествие по крепневой долине они уже у себя там пустят читаются как смогут правило какое наше дело они там сами что хотят то скажут а мы вот просто понаблюдали и сообщаем